И снова здравствуйте. Наконец-то я дома. Последний раз я был здесь в 1984 году. Тогда я радовался как мальчишка, потому что привез в свой дом машинку, которая давала целых 12 киловатт электроэнергии. Эту машинку любезно собрал для меня уважаемый Пауль Бауман. Тогда мне казалось это просто чудом и вершиной всех научных достижений. Ведь у меня дома было целых 12 киловатт электроэнергии. О таком я даже не мог и мечтать. Но сейчас прогресс пошел еще дальше. И вот я снова дома. И на этот раз, благодаря Илону Маску, я привез домой в Старлинг. И теперь, благодаря Ему и вот этой машинке, которая до сих пор исправно работает, я могу быть в курсе всех мировых событий. И более того, даже общаться с Вами. В удивительное время мы сейчас живем с огромными перспективами и возможностями. Мне будет очень жаль, если оно закончится. Но что хотите от людей? Люди остаются людьми. Я здраво смотрю на вещи и вижу, что в связи с тем, что происходит сейчас в мире, шансов у нас всех 90 к 10. 90% на то, что на этом человечестве будет поставлена точка. И 10% на то, что у людей все-таки хватит ума осознать угрозу ситуации с климатом. И все же прийти к объединению. Спасти планету. Но, по моему мнению, гибель человечества неизбежна. А раз этот мир все равно обречен, я считаю, что неправильно будет дать человечеству погибнуть, так и не узнав правды. Люди должны очиститься от грехов перед смертью. Заблуждаясь, вы ругаетесь на Бога. Мол, за что ты нас таких хороших наказываешь? За что уничтожаешь всех? Я вам расскажу, за что и кто вы есть на самом деле. То, что я скажу, многие из вас видели и знали, но принимали решение не обращать внимания. Ведь это же вас не касалось. А на самом деле это касалось и касается каждого из вас. Каждого, кто знал и молчал. Каждого, кто покрывал это злодеяние ради собственной власти и наживы. Пришло время узнать правду о самом большом грехопадении человечества. Пришло время узнать, осознать и умереть. Это ваш катарсис. Катарсис всего человечества. В Коране, в суре Скотт, в 131-м аяте сказано, что Аллах не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. И сегодня я исполняю волю Аллаха, рассказывая вам, за что вы будете стерты. Вы все людоеды. Ваши религии сделали вас таковыми. Каждый из вас, кто ходил в храм, мечеть, синагогу, да цан, не важно. Каждый, кто пил там вино, ел хлеб и вдыхал запах благовоний. Даже ваши младенцы, которых вы брали с собой в храмы, чтобы причастить их к якобы Божьей благодати. В это время вы все употребляли плоть и кровь умерших мучительной смертью детей. Знаете, откуда вообще взялась ваша религия? Пророки же не строили храмы и не придумывали ритуалы. Тогда откуда это все как под копирку? Ритуалы выстраивались везде, на всех континентах. Если вы считаете, что религии зародились от славоумия первобытных людей, которые слышали гром, пугались и поэтому начинали молиться, или которым нужен был дождик, и поэтому они начали танцевать с бубном, или которые, чтобы пойти на охоту и заколоть какую-то курицу, они начали приносить жертвы. И так появилась религия и вера в Бога? Если вы так думаете, значит вы очень глупые люди. Я вам расскажу так, как оно было на самом деле, а вы делайте с этим что хотите. Итак, начнем. 25 тысяч лет тому назад, здесь, на этой планете, правило высокоразвитая биологическая форма жизни. И все человечество было рабами бездушных тварей, апексианцев. Они тысячекратно превосходили человеческую расу, как в интеллектуальном развитии, так и в технологическом. Людей они использовали, как рабочую силу, или как скот, чтобы употреблять их в еду. И чтобы рабы не сопротивлялись и безропотно выполняли все, что прикажут. Апексианцы принесли сюда то, чем успешно пользовались на других планетах, в других галактиках, не один миллион лет. Именно они построили здесь первую религию. И первыми богами, первыми, кому поклонялось все человечество, были апексианцы. Они использовали религию, как самый эффективный инструмент управления, подавления и контроля над массами. И первые купольные храмы, были сооружены еще 25 тысяч лет назад. По сей день вы продолжаете их строить и ходить в них, чтобы платить дань апексианцам. Именно апексианцы создали касту жрецов. Они выбрали из вас самых хитрых, самых подлых и самых верных им. Тех, кто ради собственного величия готовы предать все человечество. Именно апексианцы возвысили этих подлецов над вами, сделав их посредниками между собой, как богами, и вами, как рабами. Если для вас это звучит как фантастическая новость, то для вашего высокого духовенства это просто их история, которую они держали в глубокой тане от вас. Именно поэтому у них сохранилось такое глубокое почитание апексианцев. И до сегодняшнего дня они ждут возвращения своих хозяев, которые дали им огромную власть над людьми и инструменты манипуляции, которые прекрасно работали и работают, как 25 тысяч лет назад, так и сегодня. Апексианцы научили своих жрецов тому, что они так любили сами и чем держали рабов мертвой хваткой. Настолько, что люди действительно почитали их как богов, работали на них как рабы и добровольно отдавали себя им на корм. Это тайна, которую эта высшая раса открыла своим жрецам. Тайна власти. Это не магия и не ритуалы, как некоторые полагают. Все на разно практичнее и гораздо жестче. Апексианцы научили своих жрецов готовить из частей детских тел вещества, которые вводили прихожан в состояние религиозного экстаза. Это своего рода наркотик биологического происхождения. Используя его, жрецы могли создать мощную психологическую привязку человека к их религии. Фактически создать себе раба. Для приготовления этого наркотика использовались кровь, кости и фрагменты головного мозга самых младших представителей человеческой расы. Больше всего ценились младенцы и дети до 6 лет. Поясню, какую роль здесь играл возраст и почему. В возрасте 6 лет у детей происходят метаморфозы. Подобные метаморфозы случаются у людей в процессе их развития всего 2 раза в жизни. Первые около 6 лет и следующие между 12 и 14 годами. С каждой последующей метаморфозой ценность ребенка для приготовления этих особых веществ утрачивалась. Пока ребенку не наступило 6 лет, он считается самым ценным, потому что до этого возраста он обладает той силой, которую можно использовать для покорения масс. Дальше, как только ребенку исполняется 6 и до 14 лет, сила его становится уже намного меньше. А вот после 14 человек уже совершенно не имеет никакой ценности. Он становится всего лишь рабом, одним из источников силы для своих господ пока живой или просто едой. Но не больше. Он утративает ту ценность, которую обладал в детстве. Так появились детские ритуальные жертвоприношения и то, что сейчас называют адренохромом. Многие слышали об адренохроме и думают, что понимают, о чем идет речь. Ничего вы не понимаете. Вы знаете только то, что вам разрешили знать. Адренохром считают наркотиком или своего рода эликсиром молодости для элиты и членов ордена девятый круг сатаны. Но это далеко не все. Полный набор, который ввели религии, имел три компонента. Это вещества, которые делались из крови, костей и фрагментов головного мозга ребенка. И необходимым условием создания этих препаратов была долгая мучительная смерть жертвы. Чем страшнее, дольше и мучительнее умирал ребенок, тем сильнее и эффективнее получался препарат. Пожалуй, расскажу, что делалось и для чего. Не бойтесь, инструкций не будет. Я расскажу только то, чтобы вы знали, во сколько кому-то обходятся минуты вашего блаженства в храмах. Прежде чем умертвить жертву, жрец долго и изощренно различными способами ее мучает и при этом следит, чтобы она постоянно находилась на пике боли, страданий и страха. Я не буду рассказывать в подробностях, как они мучили и пытали детей, чтобы получить долгожданное вещество. Это вы можете найти и в других источниках. Сам факт, что они заставляли детей очень долго и мучительно страдать, осознавая неизбежность своей смерти и являлся ключевым моментом в этих исчезаниях. Это делалось для того, чтобы организм ребенка начал выделять определенные гормоны. Те гормоны, которые необходимы были жрецам, чтобы свалить свое зелье. В ответ на сильную боль, страдания и мучения в организме запускаются компенсаторные механизмы. В этот момент организм ребенка изо всех сил пытается защититься, чтобы сохранить свою жизнь. Мозг начинает вырабатывать огромное количество гормонов и в теле активируются определенные химические процессы. И в это время, когда кровь очень сильно насыщается этими веществами, жрецу нужно было особым способом произвести умышление жертвы. После этого кровь сливали и забирали определенные отделы мозга и кости. Это затылочную кость черепа и лобковую кость таза. Хотя часто забирали полностью весь череп и все кости таза. Что с этим делали дальше? кровь кровь замученной жертвы жрецы подмешивали в напитки, которые использовали в ритуалах, как сегодняшнее ваше святое причастие, иногда в небольших дозах, иногда концентрированных. Пили и сами и давали выпить пастве. Причем для получения нужного эффекта достаточно было выпить всего лишь небольшое количество такой смеси. Это тот случай, когда минимальные дозы дают большой результат. Это вещество действует как гомеопатия. Попадая в ваш организм, она запускает ответную реакцию, активирует вашу гормональную систему и заставляет ее работать так, как того хотелось бы жрецам. Отсюда и ваши эффекты, которые вы испытываете в собственных храмах. От внутреннего умиротворения, легкости и приподнятого настроения, до эйфории и неимоверного внутреннего экстаза. Если вы думаете, что необходимо было употребить лишь жидкое снадобье, вы ошибаетесь. Изъятые кости замоченного ребенка перетирались в порошок, смешивались с мукой и из этой смеси выпекались различные изделия, в том числе и хлебные, по типу просвер сегодня. Этим всем жрецы кормили и поили адептов своих культов, по-современному прихожан. Но гораздо сильнее было то, что они добывали из головного мозга замученного ребенка. Еще 25 тысяч лет тому назад апексианцы научили своих жрецов добывать эфирные соединения с конкретных отделов головного мозга детей и смешивать их с различными благовониями. Сама по себе получаемая эссенция не имеет запаха, поэтому ее легко можно незаметно подмешать в абсолютно любое ароматическое средство. И достаточно всего лишь один раз вдохнуть воздух, как эти вещества попадают напрямую в ваш головной мозг, заставляя его работать особым образом. Смотрите, какое совпадение. Самая древняя форма жертвоприношения божеством это сжение благовоний. Откройте Библию и вы увидите, что лично Яхве рассказал Аврааму про родителей всех евреев и арабских племен, как правильно выполнять ритуал поклонения ему, в том числе совершая воскурение благовоний. Шесть тысяч лет назад эта практика появилась у шумеров и якобы случайным образом в дальнейшем проникла во все существующие религии мира. Такой тонкий, незаметный и даже приятный элемент, на который мало кто обращает внимания. У каждого из вас сейчас всплыл в памяти этот аромат. не любой, а именно тот самый конкретный аромат. Его ничем не спутаешь. Покопайтесь у себя в кладовке памяти и вы точно вспомните именно этот запах ладана или бахура с добавлением легкой нотки мертвичины. Еще апексианцы разделили религии и создали различные культы, как это существует и по сей день. Где-то вдыхали, пили и ели, где-то просто вдыхали, а где-то пили, а где-то ели. Но во всех культах оно действовало одинаково. Особенно сильно там, где все три компонента соединяли вместе, где человеку давали и выпить, и съесть, и где он вдыхал эти благовония. Ничего вам это не напоминает? Достаточно лишь небольшому количеству этих веществ попасть в организм, и человек начинает испытывать неимоверное блаженственное состояние, вплоть до религиозного экстаза. А разве вы не видели таких блаженствующих в своих храмах? Или не испытывали этого сами? Вспомните, каждый из вас в большей или меньшей степени это ощущал. когда придя в старый намоленный храм или мечеть на какой-нибудь большой праздник, вдруг у вас появлялось якобы возвышенное одухотворенное состояние, чувство легкости и свободы, когда как груз сердца сняли, когда вы чувствовали, вроде бы прямо сейчас с вас спадают все ваши грехи, вы чувствовали, соприкосновение с божественным очищает вас. И вот вы уже чисты и обновлены, предстоите перед господом. Вы смотрели вокруг, видели такие же блаженные лица, как и ваши. И вам казалось, что отныне вы любите всех и вся, а дальше больше. В какой-то момент накатывала такая эйфория, вроде сама божественная длань коснулась вас своим присутствием. И казалось, что вот она, настоящая благодать, спустилась на это место и сдвелась на всех верующих. А правда в том, что с помощью этих веществ у человека создается огромная внутренняя иллюзия, что он действительно соприкасается с божественным. Если человек, придя в храм, хотя бы раз испытал состояние такого глубокого религиозного экстаза, никогда он это не забудет. И самое главное, пережитые состояния убирают любые сомнения в существовании Бога. И хочет человек того или нет, жреца он начинает воспринимать как реального посредника между ним и Богом. Ибо благодаря ему он соприкоснулся с этим божественным откровением и избавился от мучающих его грехов. И человек выходит с храма чистый внутри, легкий, буквально вот-вот взлетит. И это состояние сохраняется у многих людей в зависимости от количества попавшего в организм адренохрома достаточно продолжительное время. Но проходит несколько дней. Гормональная система человека успокаивается и возвращается к своему естественному режиму работы. И на человека как груда камней падает вся тяжесть его земного бытия. Он чувствует, что он предал Бога. Ведь он отвлекся на земное и утратил благодать. Он чувствует, что он опять грешен и что он даже ничуть не лучше Иуды, предавшего своего Господа. И ему снова хочется вернуться в тот самый храм, к тому жрецу, чтобы очиститься и снова соприкоснуться с Божественной благодатью. И это уже физическая потребность. Так и рождается зависимость от религии у прихожан. И так рождается власть жрецов над ними. Но не каждый день и далеко не каждом храме человек способен это получить. И легко отличить успешные храмы, куда не прекращается поток верующих от тех, в которые тропа зарастает. И каждый из вас знает эти храмы, когда по большим праздникам и великим событиям, когда привозят в храмы мощи якобы святых, древнюю реликвию или икону, когда в надежде люди толпами бегут к дохлому куску мяса или к какой-то святыне выпросить что-либо для себя, то попадая именно в эти дни и именно в эти храмы, люди вдруг начинают испытывать необычайное вдохновение от соприкосновения с Божественным. И они уверены, что это стало возможно только благодаря этим мощам или этой иконе, или благодаря жрецам и их неустанному труду на благо людей, когда дабы отпустить ваши грехи, дабы очистить вас своими молитвами и своим служением, они добиваются у Бога права прощения в вас. И Бог отзывается на их молитвы и отпускает вам грехи. И вы чувствуете, что прямо сейчас Бог действительно очистил вас. А на самом деле все банально, просто и как всегда очень жестко. Весь ваш религиозный экстаз это всего лишь действие химического коктейля из концентрации огромного количества гормонов, которое выработало тело замученного жрецами ребенка. И то состояние, которое при этом испытывает верующий, это прямо противоположное состояние тому, которое испытывал ребенок, когда его мучили жрецы. Удивительно то, что в эти моменты никто из вас не задумывался, а что вы сделали для того, чтобы заслужить прикосновение Бога и его благодать. Святые годы жизни посвящали тому, чтобы хотя бы немного соприкоснуться с этим состоянием, пытаясь заслужить это упорным внутренним трудом. Надо же, какие глупые были святые, не знали, что благодать, как по расписанию в храмах выдают. Меня могут обвинить в том, что я якобы обесцениваю и отрицаю наличие всякого духовного опыта. Ведь есть же и настоящее состояние, когда человек чувствует вроде бы все то же самое. конечно есть настоящее. Но настоящее ты ничем не перепутаешь. Это то, что отзывается у тебя внутри, на глубине. А если человек живет мозгами, тогда и все вокруг он воспринимает только мозгами. И тогда для него очень большая проблема различить, где всего лишь гормональная эйфория от поедания плоти и крови замученных младенцев. И где настоящее духовное состояние. Откройте глаза. Все в ваших храмах от начала и до конца выстроено на лжи и манипуляции. Освещение, особое расположение людей, монотонный речитатив жреца, специальная музыка или хор, синхронно выполняемые действия и особый порядок проведения служб и ритуалов. Это все применяется, чтобы подготовить толпу, синхронизировать и правильно настроить на принятие якобы божественной благодати. И не случайно было заведено правило принимать причастие исключительно отощак, чтобы не снизить действие длиннохрома и следить за тем, чтобы ни одна капля вина не пролилась мимо и ни одна крошка не упала на пол. чтобы не оставить где не надо у них. И церковные бутылочки и кулечки ни в коем случае нельзя выбрасывать, а лучше сжать, чтобы случайно никто не обнаружил в них следы того, чего не хотелось бы жрецам. Вменить верующим в обязанность самим уничтожать следы преступления это очень циничный ход. И чем больше продолжительность коллективного ритуала или молитвы, тем больше веществ с замученного тела ребенка попадает в ваш организм, и тем дольше и глубже будет ваш религиозный экстаз. Очень много раз вы сами наблюдали это в своих храмах, когда нормальные, адекватные люди к концу благослужения превращались в фанатичных безумств. Ведь сначала каждый приходит в храм в своем обыденном состоянии, каждый размышляет о чем-то своем, о своих проблемах. Но как только начинается ритуал, жрец включает свой бубнеж, начинают идти запахи, и тут толпа потихоньку начинает плыть. Проходит причастие, буквально пять минут, и толпа начинает фанатеть. Кто-то падает на колени и начинает биться лбом о пол. У кого-то перед иконами случается истерика, он начинает молиться и рыдать. Бабушка, которая буквально недавно еще тряслась и еле заползла в храм на костылях, вдруг ощущает, вроде от нее отходят все болезни. И вот ее уже не давит груз грехов, у нее уже ничего не болит, она свободно идет и благоухает с костылями под мышкой и с блаженной улыбкой на устах. А в это время кто-то другой ощущает, что он прямо сейчас обретает святость. И вот уже иконы оживают, и святые сходят с образов. И он чувствует, что Бог сто процентов здесь и сейчас присутствует в этом храме. то есть полное сумасшествие и истерия. Хотя еще буквально час назад это были вполне адекватные нормальные люди, как и все. На самом деле в этот момент у них внутри создается колоссальная внутренняя иллюзия. Они уверены, что это и есть соприкосновение с божественным. Ведь нигде больше в своей обыденной жизни и ни при каких обстоятельствах они не испытывали ничего подобного и испытать не смогут. Поэтому однажды пережив эти состояния, люди ломятся обратно в храмы, чтобы снова вкусить этого божественного экстаза. Это их зомбирует и создает иллюзию сближения с Богом. Так создаются абсолютно преданные религиозные фанатики. И как ты потом переубедишь человека, что это все обман? Причем очень жестокий обман? Никак. Откажется такой человек от возможности пережить это снова? Нет, конечно. А если человек испытывает подобное состояние с определенной периодичностью, считает и постоянный спонсор, и эмоциональный, и финансовый, и электоральный, такой человек просто становится рабом жрецов? Разве вы не чувствовали, находясь в храме, что с вами происходит что-то не то? Как сужается ваше сознание, как вы теряетесь, как ваши мысли скачут непредсказуемо в разные стороны, а потом успокаиваются, а потом наступает блаженство. Вы начинаете видеть, как оживают иконы, или как уходят тени. и вы чувствуете присутствие Бога прямо рядом с вами. Вы чувствуете свободу, вы чувствуете внутри себя жизнь. А по факту вы чувствуете, как чья-то жизнь, отобранная жрецами, делает из вас рабов. Правда в том, что, когда вы принимаете причастие, вы пьете кровь замученных детей, когда вы едите ритуальные хлеба, вы едите плоть замученных детей. И когда вы вдыхаете благоухающий воздух своих храмов, вы дышите эссенцией из мозга замученного, умершего страшной смертью ребенка. Всего пару мгновений вашего божественного экстаза, который вы испытывали в храмах, стоили чему-то ребенку целой жизнью. И что, хотите сказать, что вы сейчас в первый раз в жизни это слышите? Или может в истории вы этого не видели? Не лгите. Себе не лгите. Все вы видели и знали. Но вы считали, что судьба этих детей вас не касается. Гордецы и лицемера. Даже сейчас то, что я говорю, задевает вас только из-за того, что вы узнали, что являетесь соучастниками этого преступления. И вдруг осознали весь ужас своего положения. И вам никак не оправдаться и ничем не загладить свое вино. И никуда вы не уйдете от справедливого возмездия. Именно обличение и страх неизбежного наказания, а не смерть миллионов детей повергает вас сейчас ужас. Вы не знали? Вас обманули? Это происходило без вашего ведома? А вспомните, зачем вы шли в эти храмы? Разве Бога в этом искали? нет. Бога искали единицы и те, кто его по-настоящему искал, они нашли его без всяких храмов, а выходили туда за решением своих материальных вопросов, чтобы возвыситься над другими и чтобы получить этот божественный экстаз. Правда в том, что и для вас, и для ваших жрецов главным были, сытый живот, одетое тело и медь звенящая в карманах, а на остальных вам было плевать. Неужели вы, пожиратели собственных детей, думаете, что ваш грех меньше, чем грех тех, кто вам их вскармливал? То, что я сейчас говорю, это черная метка на всех и каждом из вас, на всех, кто знал, на всех, кто догадывался и молчал, на всех, кому было плевать. Это преступление началось 25 тысяч лет тому назад, и оно продолжается до сих пор. Как тогда, так и сейчас, жрецы, которые владели рецептами приготовления этих снадобий, обретали безграничную власть над людьми. Никогда они от этого не откажутся. И это доказывает многотысячелетняя история ни одной человеческой цивилизации. В свое время наследием апексианцев не побрезговал воспользоваться Эль. Он создал новую религию, заместив апексианцев новыми богами, собой и своими детьми. И по сей день их псевдонимы не сходят с ваших уст. Но в отличие от людей, которые очень халатно относились к истине и легко ее утрачивали. Те, кто стояли за религиями, очень скрупулезно хранили и хранят каждую букву того, длиннейшего предания, которое было принесено на эту землю 25 тысяч лет тому назад апексианцами. Даже когда Эль и его Элизиум были стерты, эти знания никуда не исчезли. Они ушли под землю, в Агарту, вместе с последователями и Аля. 6 тысяч лет на земле царил мир и порядок, пока снова не были созданы благоприятные условия для их возобновления. 6 тысяч лет назад хранители этих знаний смогли выйти из Агарты на поверхность к людям. И первыми, кому они их передали, были шумеры. Тогда появились цари, жрецы и воеводы. Тогда снова вернулась религия и строительство купольных храмов. Тогда же снова ввели человеческие жертвоприношения. А вместе с этим адренохром. И тогда же появилось огромное количество захоронений останков детей. И как только обратно ввели религии, с того момента и до наших дней, чем больше храмов устроилась, тем больше детей стало бесследно исчезать. С тех пор и до сего дня за всеми религиями стоят хранители, или как их еще называют, архитектоны этого мира. И они внимательно следили и следят за тем, чтобы самая главная и самая страшная тайна всех религий оставалась тайной. И у них это прекрасно получалось до настоящего момента. Да, для многих может быть шоком эта информация, и многие скажут, что он такое говорит. А я отвечу так, я говорю правду и истину, то, что было и что есть, хотя скоро этого не будет, по крайней мере, на этой планете. Все, что я говорю, каждое мое слово подтверждается неопровержимыми уликами, которые вы, как человечество, натопили в достаточной мере, чтобы вынести себе приговор. Я уйду от мифов или легенд, остановлюсь лишь на конкретных фактах, которыми переполнена ваша история. На фактах, которые не объяснишь метафорически, философски или как-то двусмысленно. Это тела детей, захоронение их останков на местах ритуальных жертвоприношений. Сколько ваших детей было сожжено в огне, якобы в жертву богу Молоху или Баалу? Это была очень распространенная практика всех халдейских племен провести через огонь. Так это называли в Торе. И все слышали, и все вы знаете, этот сюжет с древних изображений, когда дитя клали в руки огромной статуе рогатого божества, откуда оно скатывалось в огонь. Пепел и останки детей после таких сожжений помещали в специальные сосуды и закапывали в землю на так называемых тафетах. Это были целые поля с закопанными погребальными урнами с прахом убитых детей. Вы точно знаете как минимум про одно такое место из Библии. Долина Янова, которая в последующем стала прообразом гиены огненной. Самое большое из обнаруженных таких полей находилось в Карфагене, где откопали останки около двадцати тысяч детей, а большая часть от них это были младенцы до шести месяцев. Представляете масштабы? Это только один регион и это только то, что нашли. Двадцать тысяч сожженных детей. Неужели вы верите, что кто-то бы просто так выбрасывал такое огромное количество ценнейшего вещества? Ведь что сжать, что выбросить? Нет, их не просто сжигали. Знаете, в том, что называют ритуальным жертвоприношением детей, не было и нет никакого другого смысла, кроме как с целью получить кровь и части их тела, чтобы затем жрецы могли варить с них свои снадобья. Никакой дождь они этим не вызывали, и богов невинными душами не ублажали, и солнце не перестало бы светить, и мир бы не разрушился, если бы они прекратили это делать. Те, кто пытались приносить жертвы с этой целью, были всего лишь подражателями, не знающими сути. Это единичный случай, и их легко отличить от основной массы. А все эти легенды, что якобы боги требуют жертв для себя, это было всего лишь обоснованием для паствы, способ оправдать эту кровавую бойню, даже убедить людей и в ее необходимости. Думаете, это примитивно верить подобным объяснениям? Но вас же как-то убедили в необходимости пить кровь и есть плоть, и без того распятого вами Христа. Вы же верите, так и они верили. Не абстрактным богам нужны были эти жертвы, а конкретным жрецам и тем, кто за ними стоял. И здесь нет никакой мистики или магии. Здесь есть только практичный, сухой и очень жесткий расчет. Поэтому все сожжения тела это всего лишь один из способов уничтожить следы того, что они творили с детьми. А если вы посмотрите на другие останки, которые не сожгли, а просто закопали, там вы увидите как раз все то, о чем я вам и говорю. В разных континентах и у племен Мезоамерики и у кельтских друидов и на берегах Приазовья и на Литейской горе в Греции в Индии и в Мьянме и в других местах находят огромное количество детских тел, убитых в очень схожий способ. Часто это расчлененные тела с отрезанными по суставам ногами и с отрубленными головами и часто с хирургической точностью, черепа большую практику жреца это выполнявшего. Если черепа оставались на месте преступления, если их не забирали целиком, то обычно в них недостает конкретных костей, аналогичные со скелетами, в которых отсутствуют некоторые фрагменты. И часто относительно целые скелеты сопровождают большое количество разбросанных повсюду отдельных костей. Не так давно похожее захоронение нашли в Перу, где помимо обнаруженных около 140 детских тел, отдельные кости присутствовали в таком количестве, что даже не представляется возможным восстановить из них скелеты, чтобы посчитать, из какого количества детей они остались здесь лежать. После проведения анализов ДНК останков выяснилось, что эти дети были свезены в одну точку для ритуального жертвоприношения со всей страны. Правда напоминает реалии сегодняшнего дня? Когда по всей стране тихонько, то тут, то там, по одному исчезают дети. И кто знает, где они потом все вместе оказываются? Также повторяющейся деталью ритуальных убийств были сколы и следы порезов на костях. Что свидетельствует о том, что с костей снимали мягкие ткани. А если тело после умиршления все-таки пытались сжать, но после этого оставались обгоревшие кости, то здесь даже можно увидеть, что тела предварительно были обескровлены. Дело в том, что если во время горения в близлежащих тканях уже не было крови, то кость после термической обработки будет белого цвета. И такие останки тоже находят. Подобных примеров вы можете найти еще массу. И везде будут те же признаки, что у детей сливали кровь, изымали конкретные кости, забирали части черепа или головы целиком. Вроде по всему миру орудовал один и тот же маньяк, хотя по факту так и есть. Есть еще одна деталь, которую все никак не могли объяснить ваши ученые умы. В некоторых захоронениях детей выкладывали по одному или несколько человек по возрастам, в порядке возрастания. То есть младенцы отдельно, дети от 6 лет и подростки тоже отдельно. Понятно, что это не случайно. И опять же, никакого сакрального смысла здесь нет. Это сортировка. Это делалось, чтобы не смешать и не перепутать препараты. Какой будет работать сильнее, а какой слабее. Проходит аналогия с современными реалиями, правда? Это так же, как производители наркотических веществ фасуют свой продукт по качеству и силе воздействия. Смотрите, как все легко и просто объясняется, если не искать глубокий сакральный смысл там, где его нет. Вы в упор не видели даже того, что лежало перед вами практически на поверхности, когда останки детских тел находили непосредственно возле хлебных печей или на местах старых виноделин. Вы и здесь пытались найти какое-нибудь магическое ритуальное объяснение. И никто не задался вопросом, а что делают трупы детей на местах изготовления хлеба и вина? Я вам отвечу. Это были производства дряннохрума и костной муки. Жертв умиршляли сразу на месте. В муку и вино добавляли кости и кровь. Расфасовывали и отсюда уже отправляли туда, где был такой запрос. Множество подобных захоронений нашли на территории Крымского Приазовья, где якобы в жертву детей приносили вплоть до средних веков. То есть уже в одно время и прям под боком у православной Византии. До сих пор историки голову ломают. Что это за народ такой там это все творил? А это не народ это производители и посылщики волшебного зелья для храмов различных культов. Также вы пытаетесь придать некий мистический смысл предметам найденным на местах захоронения. Но удивительно что можно увидеть если смотреть на вещи проще как они есть. Что обычно находят рядом с останками? Ножи какие-нибудь тазы кувшины и часто кости детей находят как раз в перемешку с осколками амфор. Еще рядом находят жернова и курительницы для благоводия. Думаю теперь становится понятным назначение данных предметов. И столики голову ломают. Какое же могло быть предназначение у жерновов во время ритуального жертвоприношения? Догадались теперь какое? жернова или зернотерки применялись для того, чтобы прямо на месте делать костную муку. Противно слушать, да? Когда понимаешь, что стоит за каждым из этих предметов. И что, хотите сказать, вы не знали о детских жертвоприношениях? Знали. Но вам было все равно. Еще вчера для вас это была далекая древность. И судьбы этих детей не вызывали у вас ни жалости, ни сострадания. Смотрите, как быстро древние, никак не касающиеся вас ритуалы, вдруг превратились во вполне осязаемую и жестокую картину вашей действительности. И необъяснимые темные пятна из истории вдруг стали кристально чисты и понятны. А просто не нужно было искать мистику там, где совершалось жестокое убийство. Ведь убийство не перестает быть таковым только из-за срока давности. И все всегда было на поверхности. Просто вы смотрели и не видели или не хотели видеть. Вам открыто показывали и рассказывали правду в древних текстах и артефактах, на старинных барельефах и петроглифах, которые можно читать как открытую книгу. Но хватит ли у вас ума, чтобы в древних сказаниях и на простых рисунках увидеть то, что там закладывалось, и сопоставить это с реалиями сегодняшнего дня? Пожалуй, дам вам подсказку как видеть и куда смотреть. В древних текстах, чтобы завуалированно намекнуть на использование детей в своих ритуалах, вместо слова «дитя» использовали, например, такие слова, как «птенец», «росток» или «молодой росток», «побег» или «агнец». Таким образом, они еще и классифицировали жертв в зависимости от возраста и пола. А чем эта практика отличается от того, как сейчас торговцы детьми в Даркнете называют свой товар «зайчиками» и прочими словами? Думаете, тогда древние люди были не такими сообразителями? Но помимо слов были еще символические изображения. Так, например, с ритуалом всесожжения был связан один символ. Поскольку урна, в которой хоронили останки детей, имела форму сосуда, то скрытым или метафоричным символом детского жертвоприношения стал сосуд. Иногда его изображали с человеческими чертами, а иногда и просто как обычный кувшин или амфору. А в зависимости от общего контекста картины содержимое кувшина менялась. Он обозначал либо останки тел, то есть совершенный ритуал, либо уже приготовленное вино с кровью, то есть адренохром. А вторым популярным скрытым обозначением детских жертвоприношений было зерно, как намек на тех хлеба, которые потом выпекались с костями детей. И что, хотите сказать, что вы не видели этих изображений? Амфора и стебли зерна, кувшин и сноп пшеницы, вино и хлеб, символ достатка и плодородия, а на самом деле кровь и плоть замученных детей. И ваше так называемое святое причастие это древнейший ритуал, который христиане просто присвоили себе и ввели на него монополию. А по факту, заставив миллионы людей поедать собственных детей, если раньше это практиковалось разрозненно у отдельных народов и небольших культов, то с появлением христианства эта чума распространилась на полмира. Поедание плоти и крови принесенного в жертву Бога это древний ритуал теофагии. В этой цивилизации его ввели 6000 лет назад. Тогда же появился миф о сотворении мира и людей из плоти и крови расчлененного Бога. Когда вены стали реками, а руки горами, аспарзитов на его теле появились люди и так далее и тому подобное. Казалось бы, наивные сказки. Но с этими сказками в сознание людей была внедрена одна ключевая установка, что человеческая жизнь и существование мира полностью зависят от кровавой жертвы. Потому что когда-то Бог ради людей сам себя принес в жертву. Знакомая идея, правда? Ваши жрецы уже тысячи лет таскают ее из культа в культ, из религии в религию. Ведь нет нужды выдумывать новое, если хорошо работает старое. Так оправдали необходимость принесения человеческой жертвы. Оказывается, что Боги требуют жертв, потому что они имеют на это право, потому что они сами когда-то пожертвовали свою плоть и кровь для людей. И теперь, чтобы приобщиться к Богу, достаточно лишь употребить плоть и кровь его творений. Например, самых маленьких детей. Почему часто родители отдавали в жертву детей добровольно? Это даже считалось честью, если твоего ребенка выбрали для этой цели. В Финикии, когда совершали жертвоприношение, то даже представители знати отдавали самого дорогого своего ребенка. и особенно ценным считалось, если это был единственный ребенок в семье. Евреи приносили в жертву своих первенцев. Казалось бы, где логика? Логика здесь проста. Когда родители поедали собственных детей и начинали ощущать невероятное блаженство, они были уверены, что Бог действительно откликается на жертву и удостаивает их своим присутствием. Вот почему они с такой легкостью отдавали самое дорогое, что у них было. И они были уверены, что их дети отправляются к Богу. Часто убийства младенцев оправдывали тем, что у них якобы нет души. Легко говорить об отсутствии того, чего у тебя самого нет. Существовали культы, дилеттуальные убийства с последующим поеданием плоти и крови детей совершалось открыто, но долго это продолжаться не могло, и жрецы понимали, что в такой форме на большие массы распространить это не получится. Хотя в некоторых узких кругах это практикуется и до сих пор. А для народа ввели замену на якобы символическое поедание изделий из муки или круп и употребление какого-нибудь напитка, часто хмельного, не забыв добавить туда кровь и костную муку замученных детей. Например, у некоторых племен Мезоамерики, где сначала приносили реальную человеческую жертву и поедали настоящую плоть и кровь, потом заменили это на поедание фигурки бога из кукурузной или амарантовой муки с добавлением адренохрома. Этого бога из теста расчленяли, делили на всех участников племени, а потом они все вместе ели хлеб с фрагментами своих детей, плакали и танцевали на всеобщем ритуальном празднестве. Об этом сохранились свидетельства конкистадоров, которые это все наблюдали. В Индии в брахманизме человеческую жертву заменили рисовыми лепешками, куда стали добавлять адренохром. При этом считалось брахман своими магическими ритуальными действиями будто бы превращал эти лепешки в настоящую плоть. Позже это все трансформировалось в известный сейчас вариант с хлебом и вином. И то, что вы называете святым причастием. Задолго до того, как его внедрили в христианство, ритуалы с хлебом и вином были обязательным элементом дионисийских вакханалий, греческих симпосий и даже встреч пифагорейцев. Причастие было и в европейском культе богомитры. Очень бесились от этого некоторые христианские проповедники, потому что никак не могли объяснить, откуда у язычников долгое время существовал ритуал, который уже вот только недавно якобы заповедовал совершать Христос. христианство, до этого вино и пресный хлеб были также обязательным элементом ритуальной пасхальной трапезы и у евреев. Спросите у них, что они добавляют в свои праздничные хлеба. Так что в принципе нет ничего нового под луной. Сейчас я показал вам всего лишь мелкие фрагменты одного большого преступления, которое остается безнаказанным уже несколько тысяч лет. А сколько еще детей остались ненаденными? Сколько еще не раскопали? А сколько было сожженных, стертых, что и следа от них не осталось? И никто, ни один самый умный и образованный историк или антрополог вам не ответит, кому и зачем нужны были эти жертвы. И самое главное, почему в таком количестве это были именно младенцы? Как это объяснить? Кровожадностью Бога? Но ведь это же сказки! Откуда тогда такая целеустремленность у людей, кто это совершал? Что? Неужели им за это Боги отменили неурожай? Или на них перестали нападать соседние племена? Или все благодаря этому стали жить долго и счастливо? Ну нет же! Но раз это делалось так активно и регулярно, значит те, кто это делали, получали то, чего они хотели. И вот вопрос, что же это было? А все просто. Для жрецов власть, а для паствы иллюзия, такая, что они готовы были смотреть, каких детей мучают, режут, заживо сжигают, и при этом плакать и одновременно танцевать на всеобщем ритуальном действии. но плакали они не от того, что видели, как гибнут их дети. Они плакали от охватившего их неимоверного восторга, от соприкосновения с божественным, потому что к этому моменту они уже наелись и надышались остатками других детей. И в этот момент они ощущали невероятный божественный экстаз. Вот какую власть это давало и продолжает давать жреца. Но почему я вам должен это все рассказывать? Почему за столько времени вы сами не захотели с этим разобраться? Вы находили трупы расчлененных детей и никому даже в голову не приходило расследовать эти убийства. Вам хватило мозгов только на то, чтобы возвести это в сакральные действия. Ритуал почитания богов. Но вы ничего не сделали чтобы найти виновных и остановить это. Ведь ничего сложного или непонятного в том, что я рассказал, нет. И по-моему у вас было достаточно времени, чтобы самим сложить 2 плюс 2 и все это сопоставить. и возможно тогда убийцы ваших детей были бы обличены гораздо раньше. И тогда ваши дети перестали бы исчезать. Кто-то из вас сейчас думает, какой он молодец, открыл нам глаза на такую страшную тайну. Но вы не понимаете одного. То, что это говорю вам именно я, для вас это приговор. Это черная метка на всех и каждом, кто не сделал ничего, чтобы это остановить. Ведь все было у вас на виду. А сколько в истории случаев, когда эти преступники сами ловились с поличным, и их вина подтверждалась массой доказательств. Особенно в этом преуспели евреи. Долгое время, практически до 20 века, некоторые группы евреев обвиняли в том, что их священные книги предписывают им мучить детей неевреев и использовать их кровь для своих ритуалов. Впервые подобные обвинения появились еще в первые века нашей эры, но широкую огласку это получило только с 12 века. С тех пор уголовные дела о ритуальных убийствах открывали по всему миру, в США, в Египте, в Российской империи и практически по всей Европе. Постепенно обвинения обрастали новыми деталями. Говорили, например, что евреи распинают крестьянских детей, повторяя распятие креста и что таким образом они совершают акт глумления над верой Христовой. В других местах свидетели на допросах рассказывали, что у евреев была специальная бочка. В эту бочку помещали ребенка и катали в ней до тех пор, пока у него на теле не образовывалось как можно большее количество гематом. Это делалось для того, чтобы к верхним слоям кожи поступило максимальное количество крови. Затем жертву вынимали из бочки и прокалывали кожу гвоздями полностью по всему телу, чтобы слить побольше крови. Дальше кровь, получаемую таким образом, использовали во время праздничных ритуалов, добавляя в выпечку, например, опресноке или мацу, а потом это все поедали всей семьей, иногда угощая и своих соседей неевреем. Или же еще брали кусок ткани, макали ее в кровь, и когда она высыхала, то ткань сжигали. И потом этот пепел также добавляли в еду по религиозным праздникам. Обвинения такого рода появлялись не на ровном месте. Люди действительно замечали, что куда-то стали пропадать дети. Более того, начали находить тела, которые очень сильно подходили под описание ритуальных убийств, совершаемых евреями. Находили обескровленные детские тела с проколами от гвоздей. Находили тела с очень сильно потертой кожей, будто обожженные. Вроде ее терли до такой степени, что она вот-вот и загорелась бы. были реальные случаи, когда евреев ловили с поличным на месте преступления, когда находили множество улик и когда отрицать причастность к преступлению было невозможно. То есть состав преступления и основания для обвинений такого рода действительно были. Были свидетели, которые давали показания на евреев. Обычно это были люди, которые на них работали и которые становились соучастниками преступлений. В то же время иногда случались и ложные обвинения, когда оказывалось, что евреи действительно непричастны, или когда исчезнувший ребенок вдруг сам возвращался домой. Эти дела потом использовали как аргумент, что слухи о кровожадности евреев это всего лишь наговор, устоявшийся средневековый миф. Но также были случаи, когда евреи сами себя компрометировали на допросах. Путались в показаниях и местами откровенно попадались на лжи. Окончательные решения по таким делам обычно выносил не местечковый суд, а вышестоящие инстанции. И вот что парадоксально, когда такие дела доходили до верхов, то евреев волшебным образом оправдывали. А в ссылку или на казнь отправляли тех, кто на них донес и кто свидетельствовал против них. А в случаях, когда все же опровергнуть виновность евреев было невозможно и их привлекали к ответственности, то впоследствии все обставлялось так, вроде этот человек совершил преступление по личным мотивам или просто сошел с ума. то есть максимально пытались стереть версию о ритуальном убийстве. На все обвинения у евреев был один железобетонный аргумент. Тора прямо запрещает иудеям употреблять кровь. В качестве еды запрещает, но адренохром это не еда, это власть. И если исходить из места высших иудейских жрецов в иерархии сильных мира сего, то это власть над многими народами. Если смотреть с этой точки зрения, то в той же Торе или в том же Талмуде и во многих других религиозных книгах иудеев можно найти достаточное количество предписаний евреям всячески доминировать над другими народами. А если внимательно рассмотреть конкретные уголовные дела, которые открывали на евреев по ритуальным убийствам, то можно обнаружить странные совпадения. А оказывается, что очень часто за них вступались и православное высшее духовенство, и католическое, и папы римские, и протестантские пастыри, и цари, и короли. А знаете, почему они это делали? Потому что если посыпется кто-то один, посыпятся все. поэтому они всегда друг друга прикрывали и защищали. Чем в итоге закончилась вся эта история с еврейскими ритуальными убийствами детей? Провели громкое дело, которое прогремело на весь мир, по итогам которого евреев демонстративно оправдали и сказали «Давайте на этом закончим эту историю сноветами?» Все цивилизованные люди хватит в конце концов верить в эти средневековые легенды и законодательно запретили даже выдвигать обвинения евреям в ритуальном убийстве. Классический почерк хранителей. Начиная с первых веков, от Рождества Христова и до наших дней, сколько было открыто уголовных дел, сколько доказательств, свидетельств очевидцев, сколько раз они выдавали сами себя, путаясь в показаниях, сколько обнаружено тел замученных детей. А сейчас оказывается это всего лишь наговор, кровавый навет на евреев. Я понимаю, все можно переиначить, свидетелей купить или посадить, уничтожить улики, переписать законы. Все можно почистить, все можно стереть. Но что же вы, подонки, будете делать с телами погибших детей? Как вы их объясните? Если никто не виноват и никто их не убивал? Если мне не изменяет память, то последнее дело по кровавому навету было открыто в 70-х годах прошлого века в одной из республик Советского Союза. Но это не значит, что это перестало происходить. Это только значит, что тогда еще можно было об этом говорить. А потом ее эту возможность закрыли. Вы думаете, что сейчас это не происходит? Не так давно мне попалась новость о нераскрытом убийстве группы детей, которая по многим признакам совпадает с тем, что происходило и во времена так называемого кровавого навета. убийцей. только сейчас невозможно не то, чтобы открыто обвинить, а даже заикнуться о версии ритуального убийства. Тем более никто не будет проводить расследование по этой версии. И часто тех, кто говорил правду или хотя бы пытались до нее докопаться, обвиняли в антисемитизме и экстремизме и закрывали рот. И в истории того же кровавого навета такие же примеры есть, когда в ссылку или на плаху шли не убийцы, а свидетели, кто на них донес. Правда в том, что даже свободу вашего слова контролируют не политики и бизнесмены, как многие считают, а жрецы и хранители за ними стоящие. И что, евреи хотят сказать, что у них нет никаких тайных ритуалов? А пусть не врут, есть. А сколько всего написано в их книгах, прямо и между строк? А сколько еще не переведенного и даже запрещенного к переводам? А сколько еще написано тайным шифром, когда порядок слов и огласовок полностью меняет смысл предложения? Правда в том, что если ты не еврей, причем не обычный еврей, а особая каста, ты никогда не узнаешь сути всего того древнего предания, которые хранят высшие жрецы этого народа? Они любят манипулировать темой гонений и геноцида своего народа, чтобы добиваться своих меркантильных целей. геноцида какой действительно самый большой и значимый геноцид в мире? Думаю, теперь вы уже догадываетесь. Самый массовый геноцид в истории человечества это геноцид детей и он не прекращается до сегодняшнего дня и все религии замешаны в этом. И как бы ни менялись упаковки, появлялись новые религии, переделывались формы старых, но всегда неизменной оставалась их лживая манипулятивная суть и использование адренохрома. Даже если культ мелкий, но он создан хранителями, там обязательно будет использоваться адренохром. В тех религиях, где не было элементов причастия, там дышали. И больше упор делался на ароматических средствах и ладаней. Обратите внимание, как развита культура благовония на востоке. Например, в арабских странах или Индии, где присутствуют все эти культы Вишну-Кришну. Это же так очевидно, но мало кто задумывается задается вопросом почему? Почему именно благовония вошли во все религии? Зачем богам дым? Допустим, раньше могли еще верить в его магическое свойство, но почему тогда это вошло в ислам и христианство, где магия категорически была запрещена пророками? Давайте я вам покажу то, чего вы не видели и даже не смотрели в эту сторону. Приходили пророки, приносили истину, но как только они покидали этот мир, тут же появлялись рабы шайтана, а правильнее будет сказать посланники хранителей, и те превращали новые учения, принесенные пророком, в очередную религию с теми же манипуляциями и с теми же таинствами, то есть адренохромом. В конечном счете они сочиняли писания, хотя ни один пророк их не создавал, но потом эти писания становились священными, якобы богом данными, а как правило полностью противоречащие тому, что говорили пророки. Да, в них вошли некоторые слова, которые действительно шли от пророков и которые нельзя было исключить, потому что они были известны многим, но тут же им давали массу своих пояснений и толкования от ума, наделяя значимостью и важностью посредников, назначенных так учения пророков подменялись и искажались до неузнаваемости, а как же у них это получалось сделать, если у людей еще свежа была память о тех знаниях, которые приносили пророки, как у хранителей получилось подменить живую истину ложью и манипуляциями, когда здесь были пророки, им не нужна была сила или власть, чтобы люди их слушали, они обладали Божьей любовью. Эту любовь чувствовали люди, которые были открыты перед Богом. Они чувствовали истину, поэтому и шли за пророками. А такие люди способны были создать свободное движение, что было очень невыгодно для хранителей. Но раз народ зашевелился и стал объединяться вокруг учения пророка, то хранители решили использовать старый, надежный метод, если не можешь что-то победить, возглавь. Они выстроили на учениях пророков привычную им форму контроля над сознанием, религии. И для того, чтобы удерживать власть, они ввели в религии магию и мнимые чудеса, которые оплачивали сами же люди своей силой веры. Но на сказках манипуляции на гордыне людей и фальшивых чудесах далеко не уедешь. Ведь тем, кто возглавляли религии, нечего было дать людям, потому что они сами были пустыми, как ведро без дна. Они не обладали самым главным любовью. Той любовью, которую приносили пророки. Им нечем было удерживать народ в своих организациях. Тогда в религии внедрили химические методы воздействия на гормональную структуру человека. И смотрите, когда здесь были пророки, они проводили свои беседы с людьми в основном на улицах, на открытом воздухе, редко в чьих-то домах. Но они не строили храмы и не загоняли туда толпы людей, и не выступали в качестве основного оратора или имама, так, как это происходит сейчас. Они просто беседовали с людьми, так, как с друзьями, и рассказывали, что храм Божий только один, тот, который ты можешь построить у себя внутри, что не нужно желать чего-то материального, и что нельзя просить у Бога ничего, кроме духовного спасения. То есть ничего, кроме любви Божьей, ибо ничто не защитит человека, кроме любви Божьей. Все было просто. они рассказывали, как научиться любить простыми, понятными словами. И они говорили, все пророки говорили, что нет и не может быть посредников между вами и Богом. А что сделали те, кто пришли исказить их учения? Первым делом они начали собирать большую толпу, загонять людей в храмы и вводить в ритуалы благовония. В христианстве первыми это стали внедрять Петр и Павел. Почему павловское искаженное учение в считанные годы обрело такую популярность? В считанные годы возникло множество храмов, появились вселенские владыки и епископы. А все потому, что первое, что начали делать Петр и Павел это использовать адренохром. Они ввели его в храмы и тогда люди массово начали якобы получать озарение и чувствовать силу Божью. А еще они использовали адренохром для того, чтобы привязать к себе выгодных им людей. Сначала они давали им попробовать, не говоря, что это, не говоря, что они пьют кровь замученных детей, а когда те накрепко подсаживались на адренохром, тогда они показывали, откуда его берут. И тогда цари, короли и сильные мира сего становились их рабами. Так поступал Петр и Павел. Почему они и обрели власть и популярность так быстро? И так продолжили поступать их посвященные жрецы. И с тех времен использование в храмах этих веществ только нарастало. И чем больше строилось храмов, тем большее количество детей стало бесследно исчезать. Не пользовались этими методами только истинные последователи Христа, кто мог сохранить его учение в чистоте. И 1200 лет этого не было у катаров, пока их не уничтожили. Знаете, кто еще были одними из немногих, кто никогда не пользовался адренохромом и не приносил жертву детей? Сатанисты. Я имею в виду в изначальном понимании этого слова. Это сейчас только недавно создали церковь сатаны, а по сути своей религия сатанизма заключается в признании высшего Бога через признание высшей формы противостояния всему святому. Это признание особой роли миссии сатаны, которая заключается в сдерживании, недопущении к Богу недостойных. И сами сатанисты, они также стремились к тому, чтобы попасть к Богу. Но путь их шел через познание зла, через понимание всей грязи и никчемности этого мира. Понимая, что есть дьявол, они понимали, что есть и Бог, и отталкиваясь от этого понимания, они в последующем приходили к попыткам обретения его любви. Это тоже путь. Путь к Богу. И в таком сатанизме не было жертвоприношений и использования тех веществ, которые применялись в других религиях. Считается, что христианство стало тем всепобеждающим светом, который навсегда победил жестокие нравы идолопоклонникам. И вместе с появлением христианства прекратились детские ритуальные жертвоприношения. Прекратились? Или просто научились получше прятать концы в воду? Похоже, люди стали забывать, с чего начиналась история христианства как религии. Когда последователи и пропагандистов уже переработанного павловского христианства открыто называли величайшими преступниками за таинство убиения детей и их поедание. И что, вы забыли об этом? Или не знали? И это были не просто слухи или сплетни, это были прямые обвинения. И они вынуждены были защищаться. Говорилось, что павловские христиане для своих ритуалов брали настолько молодое дитя, которое не знало бы, что такое смерть и смеялось бы при виде ножа. Умерщвляли его, а затем кровью замученного и убиенного они пропитывали хлеб и съедали его со всеми собраками. Жрецы пытались оправдать себя, что это люди неразумные буквально восприняли смысл таинства причастия, поэтому символическое употребление плоти и крови Христа поняли прямо, а некоторые вовсе ехидно злорадствовали, мол, но никто же пока нас еще не поймал с детским мясом в зубах. А ведь те, кто обвиняли их, они всего лишь пытались спасти своих детей. Затем вдруг христианские жрецы под общим лозунгом против веретиков начинают обвинять других в том, в чем изначально обвиняли их самих. И разговоры об их собственных темных делах стали понемногу стихать. Вроде и не было этого никогда. Но вы же знаете, что дьявол никогда ничего не прячет. Он всегда оставляет все на виду. Просто его власть над вашими умами настолько сильна, что он застилает вам глаза, что вы даже не видите очевидного, когда на святых иконах прямо изображены чаши для причастия с младенцами внутри. Но вам говорят, что это Иисус Христос и символ его жертвы. Нет, это уже даже не символ, это прямой текст для тех, кто знает и откровенная издевка над вами. Вы поклоняетесь этим иконам, вешаете их у себя дома, не осознавая даже перед чем вы преклоняетесь. А когда во время причастия в чаши или на хлебах у священника оказывались вдруг настоящая человеческая кровь и плоть, и вам объясняли, якобы это сам Господь явил чудо, чтобы укрепить веру людей в святое причастие, и что действительно хлеба и вино превращаются в плоть и кровь Христову. Самое известное такое событие это лончанское чудо, хотя и после него подобное повторялось неоднократно. Церковь обосновывает эти чудеса тем, что группа крови, обнаруженной в причастии, совпадает с той, что обнаружили на Туринской площади. На что же им еще салатся, как не на собственную подделку? Вот только художник немного попал в просаг, переборщил с полетом фантазии, потому что Иисус не носил бороды. Особый цинизм этих якобы чудес в том, что даже после подтверждения лаборатории, что фрагменты плоти оказались тканями сердца, которая находилась в вагонии, никто не задал вопросы священнику и своей церкви, а каким собственно образом они попали в причастие. Но даже более того, эти фрагменты детского организирующего сердца выставили в хрустальном сосуде для поклонения верующим как святыни. Вы представляете, чему кланяются миллионы верующих? Кровь и плоть замученного младенца это по-вашему чудо или улика преступления? Как думаете, если бы человеческая кровь и фрагменты сердца нашли не у священника в руках, как бы развивались события дальше? Определили бы это как чудо? Или возможно это вызвало бы другие ассоциации у людей и имело бы совершенно другие последствия? В последний раз такое якобы чудо, официально признанное католической церковью, произошло уже в 21 веке. Это так, для справки. Разве вы сами не чувствовали вкус крови на губах, когда священник протягивал вам ложку с причастием? Но вам же говорили, что это кровь Христова. Говорили, что нужно обязательно в это верить. И вы верили. Верили и пили кровь замученных детей. И получали такой экстаз, что действительно убеждались, что приобщались к телу Христову. Глупцы, вам вменялось, что это кровь Христа только для того, чтобы вкус крови вас не пугал, а возвышал. И по сей день вы продолжаете упиваться этим. А разве вы, переступая пороги своих храмов, не чувствовали волны накатывающего страха? Разве вы не чувствовали могильного холода внутри ваших храмов? Разве вы не чувствовали всего того зла и тьмы, которым и пронизано все в ваших храмах? Вы все чувствовали и знали, но все равно переступали пороги своих храмов, не осознавая, что в этот момент вы на самом деле переступали через свою совесть, через те проблески вашей души, которая пыталась достучаться до вас. Но вы через душу свою переступали. И кто вы после этого? Вы уверены, что после этого вы попадете в рай? Это то величайшее таинство, которое жрецы всех религий от вас скрывали. И далеко не все жрецы знают это. Многие знают лишь то, что чтобы ладан или причастие работали, нужно закупать ту же муку, тот же ладан, то же вино в строго определенных местах. Там, в старом наморенном месте, там, где молились великие жрецы прошлого. И тогда они работают. И тогда, делая из этой муки просверы, используя именно это особое вино и особый ладан, обычные жрецы видят, как вдохновляется их паства. Как они начинают преклоняться перед ними. И они сами чувствуют, как храм во время служения освещает своим присутствием сам Господь. Ведь жрецы такие же люди, и часто они сами попадают под воздействие адренохрома. Но объяснить этого не могут. Но также они видят, что когда покупают те же товары дешевле у других поставщиков, то все происходит с точностью да наоборот. Службы скучные, их голос уже не имеет той силы. Господь не приходит. Люди суетятся, жалуются на вонь. Как пришли с проблемами, так и ушли. Даже фанатично верующие и те неспокойные, и говорят, что их одолевает сатана. И как правило народ уходит недоволен службой. И если он не закупит очередную партию, то замечать, что постепенно храм его становится пустым. Например, в наши дни наилучший ладан для храмов изготавливается на Афоне. Его делают в уединенных монастырях по секретным рецептам. И превзойти их никто не смог. И сейчас Афон это очень закрытый и очень своеобразный полуостров, на который тайно завозят массу детей. Но никто из них не возвращается. Но кто об этом знает? Никто. И до сих пор производство ладана никак не контролируется и никем не проверяется. Это величайшая тайна. Но это очень масштабный и серьезный бизнес, в который втянуты масса правителей, правоохранительных органов и практически все руководство различных религий. Это все многомиллиардный бизнес. И денег хватает всем, потому что это самый дорогой и прибыльный товар, который был и есть. Не так дорого продают детей, которых воруют. И это есть определенные группы по всему миру. И какие бы мы страны ни взяли, если есть жреческие культы, то обязательно исчезают и дети. Но это не так дорого. Не так дорого замучить детей и приготовить зелье. Не так дорого купить это зелье. Но очень щедро это все оплачивается прихожанами. верующие несут последнее лишь для того, чтобы в очередной раз соприкоснуться с этим блаженством. Чтобы в очередной раз избавиться от тех грехов, которые они в очередной раз успели натворить. И это очень дорого обходится самим прихожанам. И у них нет сомнений, что Бог исполняет их желания. У них нет сомнений, что они соприкасаются с божественной силой благодаря молитвам гражданцов. Поэтому с большой душевной щедростью строят новые храмы и щедро раздают милостыню. И чем сильнее религия, и чем больше она влияние имеет в государстве, тем больше в этом заинтересованы и сильные мира сего. Запомните одно. Любая власть заинтересована в существовании религии, как в инструменте подавления и контроля вашей воли. Поэтому всегда власть покрывала и поддерживала ее. Это выгодно и правителям, это выгодно и жрецам. А народ получает то, что он хочет. Иллюзию. Иллюзию спасения, иллюзию соприкосновения с Богом. Тем и доволен. И все довольны. Довольны все, кроме ваших детей, которых пускают на адренохром, который вы же потом щедро оплачиваете. Слишком высока цена вашего чувства отпущения грехов. Если вы думаете, что использование адренохрома не было внедрено в ислам, то вы ошибаетесь. Да, туда не вошли элементы причастия, но зато очень эффективно была внедрена практика использования особых благовоний. И первый, кто ввел эту традицию в ислам, был Умар ибн аль-Хаттаб. Я уже много рассказывал о том, какой вклад он вынес в искажение ислама. Поэтому неудивительно, что он и здесь внес свою репту. Умар по-своему объяснил мусульманам сумму пророка отменил традиции, которые ввел сам пророк и ввел другие. Он загнал людей в помещение, выстроив их как стадо перед одним имамом и ввел традицию окуривания мечетей благовониями, которые на самом деле были тем, что содержало в себе эфирные масла с фрагментов мозга замоченных детей. Конечно, пока пророк Мухаммад был здесь, невозможно было внедрить в ислам ничего подобного. Он бы любому голову отрубил за такое. Помните, в жизнеописании пророка Мухаммада описывают сюжет, когда он разрушил алтарь для поклонения богине Аллат. Знаете, почему он это сделал? Потому что жрецы до такой степени опустились, что даже в храмах Аллат начали использовать эти вещества, сделанные из фрагментов тел замученных детей. И алтарь этот он разрушил потому, что знал, что на нем происходило. Потом эту часть истории потерли и оставили только то, что пророк разрушил, якобы идол многобожников. Но это не так. На самом деле он наоборот защищал память о богине Аллат. И если посмотреть с этой точки зрения, все становится на свои места. Пророк Мухаммад прекрасно знал, что такая практика существует, поэтому и проводил беседы со своими последователями на улице. Он специально это делал, но не успел он уйти с этого мира, как тут же Шайка Умара сочинила новые хадисы, к которым пророк не имел никакого отношения. Все знали и видели своими глазами, как пророк боролся с благовониями и маслами для тела, потому что через них вводился адренохром. Но тут же то, с чем он боролся, ввели как то, что он якобы завещал делать. В одном из таких хадисов они написали, что якобы у пророка был сосуд, с которого он умасчивался благовониями. А на самом деле, такой сосуд был у умара. И эти благовония были теми веществами, которые порабощали умы людей, потому что они давали возможность им якобы соприкоснуться с Аллахом. Путь к Аллаху, о котором говорил пророк, был непростым. И людям, чтобы испытать хоть что-то, приходилось много трудиться и усердно работать над собой. Они испытывали сопротивление своего нафса. шаткость и многое другое. А при умаре достаточно было просто побыть с ним рядом, вдыхая запах ароматических масел, которыми он щедро умасчивал себя. Или пойти в мечеть, вдохнуть запах благовония и получить состояние блаженства и ощущение присутствия самого Аллаха. так же намного проще, чем усердно трудиться на пути, заслуживая любовь Аллаха. Конечно, это прельщало людей. Поэтому умар никогда не расставался со своим горшком с волшебным снадобьем, дающим ему власть. И именно поэтому умара возвели практически вровень с пророком Мухаммедом и даже выше, потому что он якобы давал людям то, чего не давал пророк. Это приблизиться и почувствовать самого Аллаха. Поэтому люди и предали своего пророка не только из-за денег и власти, а еще и из-за волшебного снадобья, которым владел умар. А теперь мусульмане адепты самой идеальной религии, как вы любите называть ислам. Те из вас, кто был в Мекке, вспомните, чем пахнет хадж. Представьте, один раз в году в Мекку за символическую планту обойти Камбу приезжает огромнейшее количество паломников. Думаете, жрецы упустили бы возможность воспользоваться таким моментом? Конечно нет. Какие состояния испытывают паломники во время хаджа? Легкость и блаженство. Те же, что и вы до сих пор испытываете в своих храмах. А откуда это вдохновенное состояние после хаджа? Из-за того, что человек походил, потолкался, его чуть не затоптали, и он вдохновился, что выжил? Нет, он получает сильную гормональную реакцию, а запускает эти состояния эфирные масла, которые в огромном количестве распыляются по всей территории вокруг Каабы. Чтобы вы понимали, сжигаются десятки килограмм благовоний, и все вокруг, в том числе и покрывало на Каабе, поливается десятками литров различных парфюмерных средств, содержащих эти волшебные умаровские снадобья. Причем окуривание пространства и опрыскивание аромосредствами производится регулярно, по несколько раз за одни сутки, и так на протяжении всех дней хаджа. Вот вам правда о самой идеальной религии. И кроме меня вам ее никто не расскажет. Это же ответ на вопрос, почему в религии вошло огромное количество глупостей несусветной, того, что часто прямо противоречило словам пророков. И люди не возражали против этого, потому что это никак не мешало им регулярно в своих храмах получать благодать. Даже образ Бога людям вылепили такой, который не укладывается ни в какой здравый смысл. но зато это был образ подкрепленный сильными наркотическими веществами. Поэтому люди все равно продолжали ходить, поклоняться и верить. Если человек пережил в храме это прикосновение Божьей любви, то он действительно верит, что это ее прикосновение. Разве он поверит, что в это время он вдыхал эфирные масла из ребенка, который был умешлен самим жестоким образом? Или разве он поверит, что на причастии он пил кровь ребенка, смешанную с вином? Нет, он уверен, что это действительно благодать Божья в этом храме у этого жреца. Есть храмы, куда ходит огромное количество людей. Храмы, которые считают намоленными. А священников этих храмов считают сильными, практически святыми. И что бы они ни творили, паства им все прощает и на многое закрывает глаза. Это действительно власть. Как думаете, откажутся они от нее? Никогда. Если даже священников педофилов оправдывают, когда даже родители жертв этих педофилов не верят собственным детям, верят священникам, ведь он же хороший, он не мог такого сделать. Почему так происходит, когда мать знает, что творит этот несвятой отец и сама лично отводит своего ребенка к нему обратно в храм? Чем объяснить такие поступки людей? Они просто давно уже обработаны адренохромом из крови других детей, исчезнувших на улицах, возможно, даже совершенно другой страны. Это огромный бизнес. Это миллионы исчезнувших детей в год. Если верить обнародованным данным, то в мире исчезает 8 миллионов детей в год. А как известно, официальная статистика всегда преуменьшает подобные показатели. То есть на самом деле цифры еще выше. Куда они все исчезают? На органы? Да бросьте. Сейчас не так уж развита трансплантология. А тем более детская трансплантология, чтобы в таком количестве детей воровали на органы. Всего в мире в год легально 1150 операций проводятся по пересадке органов. Это суммарно по взрослым и детям. Допустим, столько еще делается нелегально, но ведь это всего пару процентов от всех пропавших детей. Так на какие органы? Неужели за все это время никому не хватило ума посчитать? Ведь это же ваши дети. Сколько детей пропадает в сексуальное рабство и сколько в трудовое? Посмотрите статистику ООН. У них у самих цифры не сходятся. Куда-то в неизвестном направлении исчезает несколько миллионов детей. Где они? Где дети? Ну ладно, те, кто постарше, могли использоваться как рабы или в сексуальных извращениях. А маленькие дети от грудничков и до шести их куда забрали? На усыновление добрым людям через черный рынок торговли людьми отправили? Не так давно в Даркнете всплыли расценки на продажу детей. И самыми дорогими оказались как раз дети до шести лет. После шести цена на них резко падает. А почему? Если для рабства и для сексуального и для трудового наоборот подходят более взрослые дети. Да потому что как раз ни в какое рабство они не попадают. Они попадают обратно к вам в ваши храмы. В вино, в хлеб и в воздух. И миллионы своих же детей едите вы сами верующие всех религий мира. Ведь не надо много ума чтобы посмотреть сколько детей исчезает у вас в странах и сопоставить их количество с количеством храмов. Только потом не забудьте умножить эту цифру на количество больших религиозных праздников и вы получите приблизительную к реальности картину. Сейчас некоторые умники якобы разоблачают фейк, утверждая, что число пропажей детей завышено. Якобы статистика не учитывают случаи благополучно вернувшихся домой детей и что на самом деле процент бесследно исчезнувших не такой уж и большой. У меня предложение к таким умникам. Покажите этих детей. Докажите, что они вернулись домой. В каждой стране пропадают десятки тысяч детей, а возвращаются домой единицы. А сколько еще детей, которых даже никто не считает? Это и дети из детдомов, проданные в конкретные страны, сироты из приютов при храмах и монастырях, рожденные на фермах по выращиванию детей, как это делают в Африке, дети беженцев с мест военных действий и климатических катастроф. А ведь то, что происходит сейчас с климатом, очень ясно показывает, что с каждым днем их будет становиться только больше. Мир буквально стоит на грани самоуничтожения. Но эти сволочи даже в это время все равно будут держаться за свою власть до последнего. Яркий пример, как горели Гавайи. Все слышали об этом новостях? И знаете, какая новость всплыла среди прочих? Когда пожар утихомирился и люди начали разбираться с его последствиями, то вдруг обнаружилось, что с острова пропало огромное количество детей. Где эти дети? Да, кто-то из них погиб, к сожалению. Но многих забрали на адренохром. вот вам объективная ситуация сегодняшнего дня. Знайте, что когда ваши дома будут охвачены пожаром, когда все, что вы построили, будет рушиться, и земля будет уходить из-под ваших ног, кто-то в это время будет забирать ваших детей, чтобы приготовить из их замученных тел то, что скормят вам самим же, чтобы продолжать удерживать свою власть над вами. Разве вы этого не знали? Разве вы не знали, что дети исчезают? Знали. Разве вы не знали, что эти дети погибают ужасной смертью, после того, как над ними всячески издеваются? Знали и молчали. Потому что не ваши дети умирали. Но даже когда умирали ваши дети, вы шли в храмы и целовали руки тех, кто сдирал с них кожу. И вы верили, что если даже ваш ребенок погиб, то он будет на небесах. Но он оказывался не на небесах, а в вашем желудке. И сколько таких случаев было, сколько есть и сколько еще будет, пока Аллах не очистит землю от вас. Ведь все у вас перед глазами было и есть. Как вы думаете, зачем был создан орден Девятый Круг Сатаны? Это сделали жрецы, чтобы отвести от себя подозрения и подставить правителей мира сего, власть имущих и известных людей. Им кинули адренохром как кость собаки, просто как наркотик, чтобы они могли бесноваться, понимая, что для них Бога нет. Они в Девятом Круге прекрасно знают, что у них одна жизнь, и берут от нее по максимуму, ибо пока кто-то в мучениях не умрет, ты не получишь блаженства. Пока кто-то не разорится и не пойдет по миру боссам, ты не получишь денег. Это те простые установки от жрецов для сильных мира сего, и для тех, кто вкладывает в ваши головы образы, которые вы потом копируете. И эти же марионетки, вкладывающие образы, указывают вам, что носить, что пить, как одеваться, на чем ездить, как в голливудских фильмах, так и с больших сцен, и с вашего телевизора, и с экрана телефона. Вы их возносите в кумиры, а они всего лишь марионетки. Марионетки хранителей, которые будут делать все, что им приказывают. Вы смотрите на них, и вас начинает привлекать все тайное. Они кидают вам со сами знаки, а вы этому вторите, как безмозглые овцы, чтобы хоть как-то приблизиться к элите. А по факту все эти игры лишь отвлечение от реальной проблемы. Но если вдруг так случится, что всплывет какая-то информация о ритуальных убийствах детей, их первых пустят в расход. Те, кто управляет миром, скорее сдадут весь Голливуд, чем хоть одну церковь. Ведь их легко заменить, если вы вдруг взбеситесь и спросите, где ваши дети. А вон та жалкая кучка людишек сожрала миллионы ваших детей. И вы в это верите? Их единицы, и они забирают всего лишь сотни детей. А миллионы пожираете вы. Пожирайте, чтобы лишиться разума и собственной воли. Чтобы стать рабом. но не Бога, а жреца. И голосовать за кого надо, тем самым поддерживая тех, кого назначают хранители. Да, вы смотрите. Дуль творится в мире. А что вы сделали, чтобы эту дуль прекратить? И что вы можете сделать? Вы же рабы. И все ваши возмущения заканчиваются на кухне. Или же до первого причастия. и тогда вам уже на все плевать. Главное, чтобы вас любил Бог. Главное, чтобы вам прощались грехи. Вот что для вас главное. А по факту вы как наркоманы живете от дозы к дозе. Безмозглые и безвольные существа, считающие себя людьми. Все у вас лежит перед глазами. дозвольные. Но вы видеть этого не хотите. Иначе это нарушит ваш комфорт. Не будет больше вашего комфорта, если вы его не построите сами. И жизнь не будет больше вашей, если вы ее не вернете себе. Вы как 25 тысяч лет назад кормили апексианцев, так и продолжаете кормить. Как служили их ставленникам жрецам, так и продолжаете служить и считаете себя умными и достойными спасения людьми. Вам самим не смешно? Во всех религиях это было, есть и будет до конца ваших дней. Ведь даже зная то, что я сказал, вы как зомбированные бараны пойдете и будете открывать свой рост, чтобы глотнуть очередную порцию детской крови, чтобы испытать то, что вы испытывали. даже зная, вы пойдете и сделаете это, потому что вы зомбированные бараны. Но подождите, спросите вы, а где тела? Если это происходит в таком объеме, если столько детей исчезает, ведь что-то же должно было от них остаться. Но почему до сих пор не нашли доказательств? И вот здесь есть еще один нюанс. Раньше на том же Афоне останки просто сбрасывали в море, а многих детей хранили прямо на местах, где это делалось. Целые кладбища замученных и убиенных находили и находят возле ваших храмов и монастырей по всему миру. Сколько раз об этом открыто заявлялось, но вы не придавали этому значения. Вы предпочитали верить тому, что вам говорили, будто были эпидемии. И дети умирали с болезнью. Но почему тогда в их останках отсутствуют некоторые фрагменты черепа и тазовые кости, если они умирали от эпидемии? Почему многие тела этих детей сохранили увечья, которые они получали при жизни, медленно и мучительно умирая? Болезнь по-вашему такая? А ведь тысячи и тысячи закопанных заживо детей до сих пор лежат под алтарями самых успешных храмов ваших религий. Вы можете парировать, что подобные останки, которые находят, обычно столетние давности. А где же современные? Да все просто. Их полностью утилизировали. Не потому, что жрецы поумнели, а потому, что они стали жаднее. выбрасывать тонны мяса, которые стоят деньги, глупо. Вот вам и ответ. Колбасные цеха при монастырях или те, которыми владеют церкви, мясокомбинаты, производство кормов для животных, корма для рыб, свинарники, мясо с которых вы потом покупаете. Да, тех самых свиней, которые разделили поедание ваших детей вместе с вами. Вы ведь любите покупать халяльную кошарную колбаску в магазине? А откуда она берется? Из чего она состоит? Но посчитайте сами, если ежегодно исчезает 8 миллионов детей, это 80 миллионов за 10 лет. Вы вдумайтесь, это целая страна, причем большая. И куда она исчезает? Это огромнейшая индустрия, причем с многомиллиардным оборотом. И миллиарды людей, которые контролируются через адренохром. Миллиарды! Если вы думали, что вы не ходите в храм и не принимаете причастие, а значит не едите детей, рано радуйтесь. Вряд ли сейчас в цивилизованном мире можно найти человека, который бы ни разу не вкушал человечину. Ради власти эти твари не брезговали и не брезгуют ничем. Человек это жадное, гнилое, подлое существо, которое ради выгоды не упустит никакой возможности. А те, кого вы считаете практически святыми, даже мой хозяин открещивается от них. даже дьявол ужасается их проделкам. Перефразирую известное выражение «определенно дорога в ад будет выложена рясами жрецов». И никогда, ни при каких обстоятельствах добровольно они от этого не откажутся. И надо понимать, что эти блаженствующие состояния в храмах переживало огромное количество людей, поэтому религии существуют столько тысяч лет, потому что люди сами их поддерживают. Хотя доказательств тому, что жрецы творили и творят в истории масса. А представьте, если человек, который совершил хадж или паломничество в святую обитель, вдруг узнал бы, что он там нюхал и поедал десятки замученных и умерщвленных детей, как бы он отреагировал, если бы он знал, что для того, чтобы он испытал якобы духовное состояние и прощение от грехов, дети пережили мучительную и болезненную смерть. Что бы сделал такой человек? А представьте, на что готова пойти мать, если она вдруг узнает, что случилось с ее исчезнувшим ребенком? Если она узнает, что когда она приходила в храм молиться о скором возвращении домой своего без вести пропавшего детяти, когда она шла ко причастию, после которого получала такие ценные для нее мгновения утешения, то в это время она сама поедала собственного ребенка. Поэтому власть всегда покрывала и будет покрывать это все. Потому что если люди в массе своей об этом узнают, это вызовет неконтролируемый хаос. Ни одна армия мира не справится с разъяренной толпой по одной простой причине. Потому что они сами будут в рядах этой толпы. Можно чем угодно дурить людям голову, издеваться, ставить в невыносимые условия. Все человек может стерпеть и ко всему приспособиться. Но за детей встанут все. И тогда люди возьмут вилы и пойдут на тех, кто делал это сих детьми. Даже рядовые священники, которые не были посвящены в это таинство, пойдут вместе с толпой, иначе их тоже линчуют. И любому царю, и любому президенту в таком случае придется поддержать народ. Иначе народ их сметет. Вот почему эту тайну так тщательно охраняли и охраняют хранители. Если хотя бы в одном месте будет доказан такой факт, что в храмах используется адренохром, то эту волну уже никто не удержит. Поэтому ни один президент никогда не выйдет и открыто не скажет этого. Даже если будут найдены прямые доказательства. Властям выгодно, чтобы огромная толпа беснующихся была покорна и делала то, что им говорят священники. И чтобы они сами контролировали священников. Ведь сколько раз находили детскую кровь в причастии и в церковных мясокомбинатах находили останки человеческих тел. И чем это заканчивалось? Ничем. Было плохо лишь тем единицам, кто это находил и не хотел замалчивать. Если это становилось маломальски известным, те люди, кто выдвигал обвинения, потом или сами же вдруг от них отказывались, или их обвиняли в экстремизме или антисемитизме, или попросту уничтожали. И обо всем этом быстро забывалось. Сколько раз такое уже было. Но люди они же тоже не дураки. Они же могут провести простую параллель, что чем больше на планете становится людей, тем больше строится храмов, и тем больше исчезает детей. Все прямо пропорционально взаимосвязано. И если бы вышел хоть один президент и такое сказал бы, это стало бы прецедентом для всего остального мира. Представляете, к чему бы это привело? Все люди поднимутся против тех, кто кормил их останками собственных детей. Поэтому и боятся огласки. Причем боятся даже те, кто с этим не согласны. Они знают, какие будут последствия. Но и противопоставить этому ничего не могут. Когда-то первые коммунисты пытались бороться с этим опиумом для народа, потому что не понаслышке знали, чем они занимаются. Они прекрасно осознавали, с чем имеют дело, и понимали, какая власть на самом деле была у попов. И поначалу у них неплохо получалось, пока не вмешался товарищ Троцкий. Великий защитник православия. Троцкий. Как они еще его святым не сделали? Не понимая. Он действительно оказал большую услугу церкви, в то время, когда Дзержинский был настроен категорически против церкви и настаивал на том, чтобы просто дать умереть тому, что уже умирало. Троцкий сделал все, чтобы церковь не только не умерла, а и укрепилась. Он поддержал и способствовал реализации идеи, что церковь не нужно уничтожать, что ее просто нужно реформировать, и тогда она выступит огромной силой, которая будет поддерживать коммунистическую идею. Собственно, Троцкий стоял у истоков плотного сотрудничества власти и церкви в том виде, в котором оно сохранилось и до наших дней. При этом от церкви требовалось всего лишь немногое. Признать, что советская власть установлена Богом, а политика партии полностью соответствует истинному христианству. Все как всегда. Так вернулись назад и молитвы во время служб за правителей страны, и проповеди о том, как нужно любить свою власть, и освещение памятников разных деятелей, например, даже такому коммунисту, как Сталин. С подачи Троцкого церковь была выведена из-под контроля чекистов Дзержинского и перешла под крыло новообразованной комиссии под руководством Троцкого. И даже когда Троцкого отодвинули от церковных дел, назад уже ничего не вернулось. И это все удалось провернуть при всей силе коммунистов, которая была у них на то время. После войны, наученные опытом, как церковь может легко переметнуться на сторону врага, лишь бы вернуть побольше своих приходов, коммунисты решили ее взять под более жесткий контроль. Тогда в ряды высшего духовного руководства стали внедрять службистов. Таким образом, они рассчитывали покончить с использованием в храмах адренохрома из тел замученных детей. Но службисты тоже обычные люди, которые, приходя в храмы, видели, какие возможности им там открывались. В таком случае, что продоминирует? Коммунизм? Идея и погоны? Или рясы? Почитание народа и огромная власть? Конечно, Симония победила. К тому же они сами подвергались воздействию адренохрома и знали, что это такое. Поэтому сами чекисты стали теми, кто использовал свои мозги, чтобы вернуть это явление назад в большом масштабе. Так что не обольщайтесь. Это будет происходить до тех пор, пока будут существовать власть и деньги. Уж слишком сильную власть это дает и слишком много денег, чтобы от этого кто-то отказался. И не будут они отказываться от этого никогда. Даже перед страхом разоблачении они будут продолжать уничтожать ваших детей. И чтобы укрепить свою власть над вами, они пойдут на все. Им проще купить все и вся и перебить всех и вся. Чтобы вы понимали, какую власть они имеют, приведу пример. В 50-х, 60-х годах в Советском Союзе снова всплывает тема о ритуальных детских жертвоприношениях уже в отношении протестантских течений, которые в большом количестве зашли на территорию союзных республик. Тогда это даже вышло на уровень пропаганды, когда через средства массовой информации открыто обсуждалась эта тема и, разумеется, глубоко порицалась. То есть, как минимум попытки проинформировать народ были. В итоге некоторые движения запретили на законодательном уровне на основании обвинения их в проведении ритуальных убийств и причастия кровью убитых детей. Тогда говорили, что коммунисты оживили старый миф о кровавом навете в рамках политики воинствующего атеизма. Но, как я уже сказал, правда в том, что одну и ту же технологию используют все религии. В последующем в 70-х годах председателем КГБ становится такой человек, как Юрий Андропов. Он обратил внимание на то, что в стране ежегодно исчезает большое количество детей. Казалось бы, тоталитарный режим, границы закрыты, везде для выезда нужны документы. Никто не мог взять и просто вывезти детей за границу, так легко, как это делают, например, сейчас. Тогда об этом и речи быть не могло. Везде все проверяется, все четко, строго под контролем. И тем не менее, дети бесследно исчезают в огромном количестве. Не может же это все быть делом рук какого-то всесоюзного маньяка. Слишком большое количество жертв и где-то до трупа. В то время в Союзе розыск детей стоял на первом месте. Об этом действительно переживали. И тогда их действительно искали. пристальное внимание на это обратил и Андропов. Он обнаружил, что аналогичная картина, как в Советском Союзе, наблюдалась и в странах социалистического лагеря. А согласно данным, которые он получал из-за рубежа, такое происходило и там. Так он понял, что это массовое явление, которое происходит по всему миру. Вопрос, почему? Поскольку совсем недавно, в 60-х годах, прошла информация по ритуальным убийствам детей, Андропов решил проверить и эту версию тоже. Так он обнаружил ответ на свой вопрос. Он узнал об использовании в храмах адренохрома. Будучи отцом и нормальным человеком, его это впечатлило. Он решил покончить с этим раз и навсегда. Собрав доказательства, Андропов доложил высшему руководству о ситуации, которую ему удалось раскопать на закрытом заседании ЦК КПСС в 76-м году. И вот что парадоксально, но совсем не новое и не удивительное. Никто его не стал слушать. Ему порекомендовали не лезть в это дело, занять себя чем-нибудь другим и просто забыть об этом. После этого события Андропов понял, что на официальном уровне он ничего не сможет предпринять, поскольку члены ЦК даже обсуждению этой темы. Ведь религия играла тоже свою особую роль в государстве. Андропов это знал и понимал, какую угрозу несут жрецы и какой властью они обладают. А также он прекрасно понимал, что власть их держалась на убеденных детях, на адренохроме. Он предвидел, что в конечном итоге они развалят союз. Но все, что он мог делать, это бороться неофициальными методами в меру своих сил и возможностей. С этой целью в 78 году Андропов под полным личным руководством создает секретную службу, призванную противостоять использованию адренохрома в храмах. Это было специально подготовленное подразделение, например, как Альфа или Вемпел, в которые входили честные и преданные Советскому Союзу люди. Они действовали под прикрытием, собирали материалы и прямо противостояли совершению ритуальных детских убийств на территории всех союзных республик. Но в масштабах происходящего это было все равно, что из пушки стрелять по воробьям. И даже став генеральным секретарем, Андропов не смог открыто выступить и противостоять целой сети производства этих веществ, которые опутала весь Союз. Он ничего не мог противопоставить хранителям и их людям. Имея огромную власть и огромный ядерный потенциал, Андропов решил сделать открытые заявления, скрыть этот гнонит и покончить с этим одним ударом, по крайней мере, на территориях Советского Союза. Но не успел. Вместо этого для всех он просто умер естественной смертью, потому что хранители всегда держат руку на пульсе, контролируют все и хорошо владеют методами деда Хасана. А как только к власти пришел Горбачев, одним из первых приказов, которые он отдал, это приказ об уничтожении всех собранных доказательств и тотальной зачистке всех людей, кто об этом знал и принимал участие, что и было реализовано без промедления самими же спецслужбами. Так, специальный батальон Андропова, элита спецназа, лучшие из лучших, на чьи воспитание и подготовку ушло огромное количество времени, были просто стерты. Вместе с ними была ликвидирована и неофициальная группа исследователей и аналитиков, кто занимался расследованием, сбором доказательств, улик и так далее. На то, чтобы устранить этих людей, были брошены серьезные силы и по слаженности действий можно судить, что действовали они по заранее спланированному сценарию. А это значит, что когда Горбачев еще только шел во власть, он уже знал, что будет делать. А почему так? И чей был интерес в этом? Так, практически все, кто знали об убийствах детей с целью приготовления длиннохрома для храма были уничтожены. Это больше тысячи людей. Если не поленитесь, вы и сами можете найти доказательства этим событиям и увидеть, сколько людей из тех же спецслужб просто исчезли из этого мира. Эти потери личностного состава, а на самом деле тех, кто были задействованы в спецоперации Андропова и кто были в курсе, были очень грубо списаны на потери в горячих точках и на секретных заданиях. Но по факту их устранением занимались сотрудники спецслужб. То есть свои же их и убили. Об этих событиях знали и говорили те, кто в то время работал в КГБ и были свидетелями событий. Позже о действиях Горбачева бывшие КГБисты писали в своих мемуарах и заметках о существовании секретного спецотдела Андропова и его устранении. Информация просочилась и в западную прессу. Многие приводили свои доводы и мысли, что же тогда произошло. Но точного ответа не знал никто. А теперь знаете вы. Я рассказал это, чтобы вы понимали всю серьезность происходящего и всю ту власть, которую они обладают, которую даете им вы сами, слепо подчиняясь и финансируя. И живите с этим теперь, как хотите. С этой мерзостью в храмах пытались бороться с самой древности в разные времена. И как видите, в современной истории тоже. Но какой бы ни был царь или султан, все заканчивали одинаково. Так же, как и Андропова. И таких примеров много. Но все же есть одно отличие. Во времена султанов и царей не было лабораторий и видеокамер. А в этот раз были собраны мощные архивы, которые реально угрожали всей этой кровожадной организации. Это анализы взятых проб, фотоматериалы, видеосъемка, причем начиная с момента, как похищают детей, куда их потом перевозят, как издеваются и как разделывают. Полностью весь процесс от начала и до конца был отснят и задокументирован. Это неопроверживое доказательство. Поэтому разумеется, что за этими архивами велась охота и их неоднократно пытались уничтожить. Но есть такое крылатое выражение в классике, что рукописи не горят. Насколько мне известно, часть архивов сохранилась до сегодняшнего дня. Как бы попы ни старались, но все уничтожить они не смогли. И насколько я знаю, последняя попытка уничтожить эти следы ими предпринималась не так давно. Но если бы им удалось уничтожить того, кого они считают своим главным врагом, то эти архивы всплыли бы одновременно в разных местах с полным букетом доказательств. Это лично мое мнение. Я бы поступил так. Если бы эта информация дошла до людей, это серьезно подорвало бы всю структуру, и последствия были бы необратимы. Одно дело слухи, а другое дело документы и результаты экспертиз. Да, с этими веществами есть проблемы. Они не оставляют никаких следов в организме человека. Если после посещения храма взять у человека кровь на анализ, то все, что получилось бы выявить, это следы сильного гормонального всплеска. Но это все легко объясняется состоянием, которое испытал человек. Конечно, гормоны зашкаливают. Он же с божественным соприкоснулся, а в некоторых случаях даже его воочию увидел. А так, ничего постороннего в крови найти не удалось бы. Также и в желудке не останется следов какого-либо генетического материала или чего-то в этом роде. То есть в самом человеке остаточных явлений от воздействия этих веществ ты не найдешь, потому что это не химические соединения, а органические. Поэтому они очень легко усваиваются практически не оставляя следов. Но что можно сделать? Это забор воздуха в храме на экспертизу, а также проверить вино и хлеб на наличие человеческих эритроцитов и частичек костей. А если провести дополнительно анализ ДНК, то можно даже установить сколько лет было этому человеку и возможно даже найти его родителей. Понятно, если начать проверять храмы, то они начнут все это прятать. Но это тоже неплохо. По крайней мере адренохром на длительный период времени может исчезнуть как манипулятивный инструмент с их стола. Это означает сильнейшее послабление в их организации. Потому что без этого им нечем впечатлять паству. Толпу долго на одних сказках не удержишь. Люди начнут уходить из храмов, что в свою очередь обнажит их слабость и наглядно продемонстрирует, что единственное, что держало людей в храмах, был адренохром. Если храм перестанет использовать адренохром в течение года, то храмы опустеют. А может хватит и всего нескольких месяцев, и тогда там останутся одни дураки или самые отчаянные бабульки. Поэтому если хотя бы на год ввести регулярную проверку храмов на применение бионаркотических веществ в ритуалах, то через год мы все с вами будем наблюдать закат религии. Самое смешное, что даже после всего, что я вам рассказал, многие из вас просто продолжат жить, как и жили. Но найдутся также и те, кто будет спорить, сомневаться и пытаться опровергать мои слова. Ведь кто я такой, чтобы слушать меня. Всего лишь черное пятно на вашем экране. Можете сомневаться, можете не верить, а вы докажите, что я не прав. Все очень легко проверяется. Забор воздуха и причастие на экспертизу. Думаете, вы не найдете там фрагменты тел недавно исчезнувших детей? Сомневаетесь? Проверьте. И тогда вы поймете, что я говорю правду и истину. И отныне знайте, всякий, кто выступит против этой правды, всякий, кто начнет противостоять и перечить, это человек либо куплен хранителями, либо ими запуган, либо же он есть тот, кто сам это творит. То, что я говорю сейчас, это обличение величайшего грехопадения человечества перед Аллахом. Это черная метка для всех и каждого. Это или очистит вас, или же нет. Это величайшая тайна, которую хранил каждый из вас. Вы все видели, знали, но решали молчать. Но тот, кто знает о преступлении и молчит, будет отвечать так же, как и тот, кто его совершал. И каждый из вас понесет ответственность в полной мере. И не важно, ходил ты в храмы и поедал там детей, или ты только слышал об этом, но молчал. И даже если ты не входил в храмы, то поддавай из действия адренохрома в ты становился одним из стада баранов. И подчиняясь стадному инстинкту, ты блеял вместе со всеми. То, что нужно хранителям. Ведь достаточно лишь нескольким баранам пойти в каком-то направлении, как все стадо устремляется за ними. Не узнаете себя? Или гордыня не позволяет? Поздно уже возносить свою гордыню. Время каждого здесь на исходе. Своим молчанием, своей покорностью и раболепием вы пошли против главной основы мироздания, против самой жизни. Вы позволили совершаться тому, что миллионы детей утратили возможность прожить свою жизнь и принести ее плоды к Аллаху. Вы лишили их свободного выбора. Вы нарушили даже простые человеческие правила. Вы пошли против собственной совести. И за это человечество достойно черной метки и того, что грядет. Эту черную метку вы можете опровергнуть, лишь признав правду. Лишь протянув руки друг к другу и став единой цивилизацией. Только так вы сможете получить право на жизнь. Вас искусственно разделяли, навязывали ложные ценности, превращая в рабов. И лишь признав, что вы рабы, вы сможете стать свободными. Только тогда у вас всех появится шанс остаться живыми. Тысячи лет все человечество было в рабстве у апексианца. Им понадобилось тысяча лет, чтобы найти в себе силы, объединиться и обратиться к наивысшей расе, чтобы они освободили их от рабства. Тогда люди нашли в себе силы. А найдут ли сейчас? Да, у многих из вас отсутствует разум и воля. Вами легко манипулировать. Но также в каждом из вас есть та сила, за которой охотятся даже такие высокоразвитые существа, как апексианцы. Если бы вы, объединив эту силу, смогли бы направить ее в правильное русло, то вы бы могли очень многого достигнуть. Но хватит ли у вас на это разума и элементарной человечности? Хороший вопрос. Сегодня я исполняю волю Аллаха, говоря правду, обличая ложь и манипуляцию, начатую зверьми. Но что явилось поводом к моему откровению? Некоторое время назад я открыто обратился к великому архитектону этого мира. Я же просил его одуматься, просил хотя бы не мешать, ведь мы все сейчас стоим перед угрозой. Но он сделал вид, что меня не услышал, ибо для них утратить власть значит утратить смысл своего существования. Поэтому сегодня я обличаю величайшее таинство и сильнейший инструмент, благодаря которому их власть держится на этой земле. У них нет другой силы, кроме той, что вы им даете сами, поедая собственных детей. Но зная эту тайну, вы сможете легко избавиться от их власти над вами, если у вас хватит на то мужества человечности и простой человеческой совести. И тогда вы сможете стать свободными. И тогда перестанут исчезать ваши дети. Вы наконец-то протрезвеете и ваши головы очистятся от всех манипуляций. Может тогда наконец к вам вернется здравомыслие и вы сможете увидеть всю печаль происходящего и всю опасность климатических изменений. и может тогда вы сможете принять правильное решение и объединиться. Или наоборот, вы продолжите жить свою жизнь, как и раньше. И поддержите ложь ради того, чтобы испытывать хоть иногда неимоверный божественный экстаз. И тогда это будет ваш выбор. Своими руками вы уничтожите этот мир. это ваша общая проблема. И это ваш выбор. И здесь ни при чем ни Бог, никто. Вы все знали и все видели. Но вас все устраивало. Значит вас устраивает и то, что грядет. А если у вас есть совесть и стремление к жизни, вы сможете многое изменить. Вы сможете обрести не только свободу от хранителей, но и сохранить жизнь на этой планете. А значит и мою жизнь тоже. И даже жизнь тех же хранителей. Единственное, что вы уже никогда не сможете исправить и вернуть назад, это жизни миллионов замученных детей. Они навсегда останутся на вашей совести. Те, кто творил это с ними, они состоят из плоти и крови. Их можно вычислить, схватить за руку и привлечь к ответственности. Вся их власть и сила держалась на тайне. А теперь ее нет. И люди в силах положить конец даже этому преступлению. Длиною почти в 30 тысяч лет. Но есть и те, кто забирает ваши жизни и жизни ваших детей так, что этого не увидишь. Этот мир полон тех, кто прячется в тени. Они не влияют на судьбы народов, но они влияют на судьбы людей. Это так называемые пауки. Их не поймаешь за руку, и их просто так не увидишь. На их счету также ни одно кладбище детей. Но о них может быть как-нибудь поговорим в другой раз. На сегодня я все сказал. Дальше выбор за вами. Субтитры